Добрый день, Олег, я люблю жестко. Да, я не знаю, доброе будет для тебя или нет. Я здесь, на «Медиметрикс». Уже готов к «доброму», в кавычках, дню. Поговорим мы сегодня о таком любопытном аспекте нашей жизни, но небольшое вступление. Евгений написал книгу, вот я её показываю, называется она «Машина времени, 50», юбилейное издание, имеется в виду 50 лет машины времени, я так понимаю, что в ней собраны все воспоминания о том, как… Не все. Ну, ой, не всех, кое-что осталось за скобками, и у нас в студии был Андрей Макоевич, с которым мы так очень интересно беседовали, вспоминали время, он сказал для меня такую вещь, в общем, банальную, возможно, но я очередной раз широко распахнул глаза на вопрос, почему он так вот рвался на сцену в 16 лет, он сказал, мне просто хотелось, чтобы на меня девочки так смотрели, вау. Это общее место. А когда я его спросил, а сейчас в 65 тоже, он говорит, и сейчас в 65 тоже. Так вот, Евгений, вопрос. Вы же близки с каких-то таких юных лет. Ну, я бы не сказал, что мы близки, но знакомы с очень, ну, с моих школьных лет. Да, я так понимаю, что было какое-то чувство зависти к этому кумиру школы? Нет, абсолютно, абсолютно не было. Не было? Нет, 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 нет. О, нет, вот в плане аспекта славы какой-то, это нет. Я вообще считаю, что это очень реально о двух сторонах медаль. Это же невозможно расслабиться. Когда тебя все узнают, вот быть Макаревичем, это… Это тяжёлый тот? Ну, это не для каждого. Я знаю массу людей, которые охотно и легко ушли с телевидения, именно потому что вот это бремя узнавания, оно кроме ништяков, ну, невозможно расслабиться. Иногда ты, кстати, неважно себя чувствуешь, иногда в аэропорту или где-то это просто реально проблема. Поэтому нет, я никогда не завидовал. Евгений, но вы были все в одной тусовке, я правильно Это да. Да, я скорее, так сказать, в силу возраста был в тусовке я с его сестрой, с Наташей, младшей, был знаком с её мужем Валерой, они жили в одном доме с родителями, то есть, показательный с тусовкой Андрея Вадимовича. Он был старший брат. Да, 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 Светочка. И человек, с которого хотелось сделать свою жизнь. И песни его, особенно вот на такой школьный, что называется, менталитет или студенческий, конечно, в то время ложились блестяще. Кого-то это самое. Да, мы видели там какие-то смыслы, которые, как выяснилось, много лет спустя он и не вкладывал, как автор текстов, а мы вот эти фиги в карманах, между строчек. Кукол дёргают за нитки, на лице у них улыбки, мы-то себя такими воображали. Да, да. Да, и пока не меркнет свет, пока горит свеча. Да, так мы искали всё время вот эти посылы какие-то. Да. Дорожные споры – последнее дело. Ну, и много других, как бы, клишированный фраз, на которых мы все выросли. Но вопрос, который бы на жёстком разговоре стоило по-настоящему задавать, на самом деле не об этом. Андрей Макаревич является одним из лидеров либеральной тусовки сегодняшней России, я бы так сказал. Ну, духовных лидеров, так скажем, неорганизационно плавно. Ну, организационных, наверное, я даже и не назвал бы, но кто-то есть. И здесь Ходорковский на минуточку, который… Ну, ок, хорошо, да. Духовно-идеологических лидеров, ну, назовём так тогда, ладно. Либеральной тусовки, которая, во-первых, достаточно крепко держит друг друга сплочённо за руки и выступает достаточно объединённо против режима, против тирана. Кровавого режима. Кровавого режима. Обязательно, не надо добавлять. Тирана. Тем не менее, на нашем разговоре с Андреем Макаревичем обратил внимание, что Евгений Дудалев не принадлежит к этой тусовке. Или в каком-то смысле её даже, ну, как бы правильно сказать, не принимает. Абсолютно. И она его, очевидно, не принимает. Категорически. К сожалению, потому что эта тусовка, она абсолютно является как бы законодателем мод в медийной среде, поэтому… Вот это очень любопытный вопрос. Это просто мешает и работе, и карьере, и всему, потому что это они друг другу дают гранты, они друг друга двигают, и под них подстраивается и власть. Посмотрите, кому гранты даёт Мединский. Посмотрите, как наша прославленная пэшечка, она очень считается с мнением, очень боится как-то раздражать или нервировать богему. Да, конечно. Чтобы богема является… Переоценивают её значение, потому что страна-то живёт сама по себе, выживает, скажем так, сама по себе. А богема отдельно. Да. Но, тем не менее, есть некая такая расхожая фраза, которая звучит примерно так. Почему представители, ну, скажем так, если мы разделим две борющиеся силы – провластную и оппозиционную на, так скажем, условные две части, то почему, с одной стороны, люди, которые вредят России за мелкий прайс, из личной корысти, а вторая половина – люди, которые вредят Родине принципиально? Да. Есть такая точка. Ты тоже считаешь, что они вредят Родине принципиально? У меня вот специфическое очень отношение к термину национал-предатели. Во-первых, есть ли национал-предатели? Да, есть. Они есть везде. Где есть нация, где есть понятие страны, как nation в Америке, это называется страну, не нацию какую-то, и уж тем более не национальность. Есть национал-предатели, допустим, вот Сноуден, он предатель, потому что он предал организацию, которая работала, предал государство, или что он национал-предателем? Нет. Потому что он реально, ну, судя по тому, что я читаю его, он реально переживает за Америку. Хочешь, чтобы Америка была великой, и у него есть свои представления, что значит величие этой страны. Он не является национал-предателем. Ольвер Стоун, который снял документалку мощнейшую, просто которая разоблачает Америку как хищника, агрессора, из-за которого вообще все беды и войны в последнее столетие. Ольвер Стоун, человек, который проливал кровь в Вьетнаме, имеет боевые награды, гениальный режиссёр. Является ли он национал-предателем? Нет. А кто такой национал-предатель? Вот, допустим, если мы говорим о нашей действительности. Эти, это люди, которые реально желают бед всяческих, начиная от экологических и кончая политических, в стране. Люди, которые радуются, когда что-нибудь утонуло, взорвалось. Они просто ликуют для них. Люди, которые, как было в одной из редакций, не так далеко отсюда расположенных, когда во время Олимпиады проиграла сборная по России, то вождь сказал банкет. Они празднуют проигрыш спортивной команды. Потому, что у них прямая ассоциация, что всё, что есть Россия – это есть Путин. Это люди совершенно грохнутые на Путине. Они про Путина думают всё время, и для них Путин тождественны всему. Космосу, природе, животным, населяющим СССР – это всё Путин. Поэтому, если что-то плохо здесь, это как бы плохо Путину, а Путина они очень-очень не любят. И вот это люди, национальные предатели, которые ставят быстро лайки, когда какое-нибудь сообщение, что у нас там что-нибудь… Ну, самолёт упал, да. Самолёт упал, да. Давайте радоваться. Это просто их радует. Это люди, которые… Кстати, я вот не помню, чтобы это было у диссидентов советских. Я был такой, в общем, диссидентствующий, а в Комсомолу отказался выступать. То есть, вот эти протестные лекалы мне очень хорошо знакомы. Я не помню, чтобы, допустим, когда наша сборная поехала в Канаду, все думали, что продуют, и когда мы там выиграли у канадцев советской сборной по хоккею. Я не помню, чтобы это огорчало людей на стройке. То есть, разделяли как бы режим, компартию, административно-командную систему и страну. И все хотели, чтобы в стране было хорошо, а чтобы режим был демонтирован. Вот национал-предатель, в моём представлении, это тот человек, который желает, чтобы в стране было плохо, чтобы граница прошла по Уралу, чтобы здесь… А ты почему? Для чего? Неужели, если придёт Америка, им всем будет лучше жить? Я говорил с одним, он говорит, я хочу, чтобы было как в Америке. Он говорит, я хочу, чтобы было как в Америке. Он считает, что если придёт Америка, то будет как в Америке, и он не понимает, что Америка такая может быть только одна. Только одна страна может весь мир на колоть и резаную бумагу обменивать на реальные ресурсы. У второго такого не получится. То есть, у Китая этого не получится и ни у кого. Как в Америке не получится. Тем более, как в Америке – это что? Чтобы у нас учительницы за секс старшеклассникам давали 30 лет тюремного срока? Ну, я вот такого там не хочу. То есть, в Америке есть масса, как принято говорить, ништяков. Это очень заточенное для удобства социальное государство. Всё во имя человека, всё во благо человека. Всё очень быстро делается, они друг на друга все стучат, чего у нас тоже не получается. А это очень помогает правоохранительным органам и вообще для организаций. Ну, как в Америке, у нас не получится, надо отказаться А потом нам не получится к ним присоединиться на правах ещё одного штата. Мы можем быть только страной кормом, если так грубо говорить. Абсолютно точно. Это, по-моему, настолько очевидно, что… Нет, не всем. Им это не очевидно. Они считают, что если будет демонтаж страны, если будет масса каких-то государств, мы там, условно говоря, это какая-то Москва, я не знаю, что имеется в виду, перестанем в калычках, я это говорю, кормить Кавказ, и заживём прекрасно. Они совершенно не понимают, что, в принципе, сейчас время, когда миром правят транснациональные компании. Даже не какие-то там империалисты, не какие-то объединения типа НАТО. И что просто вот в России, кроме трубы, условно говоря, кроме ресурсов, ничего не надо. То есть, вот все эти таланты не будут востребованы ни литературные, ни музыкальные. Да никакие. Я более того скажу. Знаешь, мне приходилось бывать, я почти месяц был в Мексике. Вот классическая страна корм для Америки. Мы переезжали по стране, были почти в десяти городах. Для меня было удивительно вот что. Я об этом раньше не знал. В Мексике нет железных дорог. И все ездят только на автобусах рейсовых. Это довольно плохие дороги и так далее и тому подобное. Я спросил у местного жителя, а почему нет железных дорог? Ведь легче на поезде проехать. Он сказал, у нас в 50-х годах были железные дороги. А потом их строительство приостановили и не демонтировали. Потому, что Standard Oil сказала, что будете покупать наш бензин на автозаправках. И все железнодорожное сообщение было прекращено. И просто дорог теперь нет. Я просто к вопросу тому, кто диктует стране корму, как себя жить. Я не думаю, как утром прочитал с удивлением статью Тьерри Мейсана, которая написала, что вот в Афганистан американцы вошли по заказу французской компании, которая производит бетон, чтобы заливать бетоном вот эти бесконечные в Афганистане подземные хода. Да, и они просто заработали десятки миллиардов евро. Да, понятно. Эта компания. То есть, все делается решение, принимается не потому, что там кто-то кого-то не любит, а потому, что люди думают, как бы заработать еще больше денег. Скажи, у меня к тебе такой вопрос. А когда ты почувствовал, что вот тебе с либеральной тусовкой не по пути? Вот это любопытный момент такого, что называется, перехода. Очень рано, когда еще не было термина «либералы», когда этот термин «либеральный» был приватизирован Владимиром Вольфовичем Жириновским, он называл ЛДПР партию. Тогда это называлось «демшиза» или «демократ» был термин. Я был совершенно потрясен. Еще в советское время это начало складываться. Я был совершенно потрясен, что работая на государственном телевидении, в молодежной редакции, совершенно нельзя как бы нести государственный дискурс и давать слово в рамках тех проектов, с которыми я сотрудничал людям, которые были не согласны с общей тогда вот этой движухой демократической. Я этих людей абсолютно не принимал, мне казалось прикольно как раз послушать, что они говорят, потому что мне казалось, что это очень нелепо и смешно, но я для себя обнаружил, что им просто не дают слова. И когда я понял, что одна цензура замещается другой, то есть партийная цензура замещается демократической цензурой, я был крайне озадачен. Я в тот момент еще идеализировал американскую медийку, мне казалось, что вот есть какие-то стандарты, есть там… Честная журналистика. Нью-Йорк Таймс, да, и все. А потом я в 1993 году поехал в Нью-Йорк Таймс компани на стажировку, и у меня, в общем-то, с этими иллюзиями распрощался. А на примере чего? На предмете того, что там нету цензуры, условно говоря, что тебе из комитета республиканской партии звонят, но там офигенная самая цензура. Я был на стажировке в газете «Пресс-демократ» в Санта-Розе, штат Калифорния, это отделение Нью-Йорк Таймс компани на западном берегу. И были как раз события октября 1993 года, когда наш Белый дом расстреляли из танков, и у них на первой полосе шла фотография с Кирсаном Люмжиновым, который выходил из этого Белого дома, Маушев, а с Кирсаном Николаевичем мы были в очень хороших отношениях, мы сейчас поддерживаем отношения. Я сказал, ребята, давайте я сейчас прямо наберу по телефону, и мы получим прямо коммент эксклюзивный того, что у вас идёт на фронт-пейдж, на первой полосе. Они говорят, что он скажет? Я говорю, я не знаю, что он скажет, но он скажет, вот не надо. Я говорю, подождите, ребята, вы, наверное, не поняли. Я говорю, вот у вас на первой полосе идёт фотография человека из какой-то, так сказать, рассказ, а мы сейчас получим эксклюзивный комментарий вот этого человека, который просто расскажет. Я говорю, не надо, мы всё уже знаем. Опа! И это для меня просто это было вот как вот полностью там превращается в тыкву, и у меня просто Нью-Йорк Тайс Компу не превратилось в тыкву, и потом я стал какие-то вот эти моменты набрать. То есть, мнения и точки зрения заранее уже решены, совершенно неважно, кто что скажет. Это линия партии правительства, она в голове просто у людей. Их никто не инструктирует. Мы сейчас это проходим тоже самое, на самом деле. Тоже формируются вот эти штампы такой самоцензуры. Это удивительное дело. Я был просто подтверждён, как они чётко знают, что можно, а что нельзя. Не потому что это запрещают, не потому что это на каких-то собраниях произносится. Потому что вот есть вот эти установки… Потому что это выгодно Америке, да? Из чего они как бы исходят? Нет, там достаточно это всё-таки общество реально-либеральное, там государство думает про человека, человек понимает, что он останется без работы, он станет парей, если он не будет соблюдать каких-то этих неписанных правил. Он просто окажется не то, что у него там исключают из республиканской или демократической партии, не то, что у него будет запрет на профессию, он просто про него будет думать, что он неуправляемый. Да. Человек, который не понимает, как должен. Давайте посмотрим события 2014-2015 года, не помню, недавние, когда главного редактора New York Times Company уволили, потому что она дала репортаж с юго-востока Украины. Там сидело два месяца журналисты, искали российские войска, не нашли. Написали большой репортаж про этих отпускников, про что регулярных войск нет, как на самом деле есть. Издатель сказал, мы не будем это публиковать, это неправильный материал. Главный редактор опубликовал, и пошла нафиг. Ну, как вот это называется? Свобода слова. Свобода слова, да. Только она подразумевает ещё свободу мысли. Да, конечно. Или свободу слова. Ну, ты можешь, конечно, сказать, а мы тебя можем уволить. Вот у нас обоих свободы это называется. Всё правильно. Ну, а все остальные журналисты сделают вывод. Больше свободу слова не будут так предлагать. Да, понятно. То есть, ты ещё с каких-то, так скажем, молодых лет молодости уже… В конце 80-х понял, что на самом деле всё не так просто, как представлялось мне, скажем, школьнику про устройство. Есть страшный коммунистический режим, есть некий свободный мир, который нас ждёт. И когда мы с ним сольём свекстази, будет мир, дружба, жвачка, джинсы, рок-н-ролл. Что это? Любил и люблю. Всё перечислено. Я совершенно не поменял установок, но я просто понял, что не всё так устроено. Более того, мне, если бы в 1989 году, когда я был в возглаве, когда 30 лет назад, сказали бы, вот то, что вы делаете, придёт к тому, что страна распадётся. Я сказал, ну и хорошо. Мне сказали, нет, не будет страны, не будет Советского Союза, будут вот 54 каких-то образований. Я сказал, отлично, мы будем в свободном мире все. То есть, я совершенно не понимал устройство мира, я дико был наивен. Поэтому, когда я сейчас вижу своих ровесников и людей постарше, которые сохранили вот это наивное представление, я, честно говоря, просто офигеваю от этого, когда они повторяют то же самое. У нас же последняя инстанция была, когда, по-моему, рассказывал от мам с Дарьей, что когда закрывали взгляд Кравченко, Львов сказал, мы обратимся в американское посольство. Это была последняя инстанция, типа, вот, как бы, гости телерадио. А есть американское посольство, куда можно апеллировать. Абсолютно искренне в этом были. Казалось, что ребята действительно хотят дружить, ребята вот. Ну, как, собственно, я не думаю, что Горбачёву занесли там пачку денег, и он вывел войска наши из Германии и поставил. Он просто был таким же наивным трактористом со Ставрополья, как другие. Ему сказали «Мир дружбы», всё, вот он и радостно просто предал страну. Является ли он национал-предателем? Опять же, нет. Вот он просто предатель, так сказать, по… По глупости. По недомыслию, да, по наивности, может быть. Да, да, возможно. Вопрос, который для меня, кажется, достаточно важным. Стал очень заметен раскол после Крыма в двух, скажем, тусовках, назовём их так, условно-либеральной, условно-ватнической такая вот. То есть, присоединение Крыма большая очень часть либеральной интеллигенции восприняла резко негативно, и небольшая часть восприняла, ну скажем так, позитивно. Да, вот ты в какой-то момент… Я знаю, что это был период, 13-14 год, из-за событий на Украине люди прекращали общение друг с другом, да, на политических, так скажем, по политическим причинам. У тебя были такие вот конфликты со знакомыми из-за этого? Гораздо раньше началось, ещё в 2008 году мы с Михаилом Леонтьевым запускали проект в Киеве, русскоязычное издание журнала «Профиль». Я работал тогда исполнительным директором издательского дома Родионова, который издавал этот журнал, и там с лицензией «Шпидель» мы поехали в Киев и организовали вот такое русскоязычное издание «Женедельника». Естественно, рекрутировали мы местных журналистов пророссийских абсолютно, потому что с Леонтьевым другие не стали общаться. Я был потрясён, как они нервно реагируют на какие-то совершенно… То есть, я какую-то фразу сказал, у нас это было в 90-е, и это их взбесило, что что, мы младший брат, что у вас это было в 90-е, а у нас сейчас… При том, что они, я повторюсь, они абсолютно были пророссийские симпатии, но вот этот комплекс какой-то не до страны, какого-то вот этого младшего брата, вот сейчас же они все, когда события происходят в Каталонии, в Испании, они же, казалось бы, должны поддерживать Мадрид, потому что это же сепары, Каталония, Барса – это же как бы… Ну да, да. То есть, они поддерживают именно Барселону, почему, спрашиваю я? А потому что они сравнивают для них Каталония – это Украина, а Испания – это… Какой причудливый выбих, я бы сказал. Это Рашка, да. То есть, они-то на самом деле ментально воспринимают всё равно себя как кусок… Не до территории, да? Да. Наш. И очень нервно реагируют. Сейчас выходит буквально на днях книга «Гранд российской музыки», посвящённая 70-летию Александра Борисовича Градского, вот на следующей неделе должна выйти. Я представляю, что с ним будут делать недобратья. Потому что он там просто говорит, что украинского языка нет, что это вообще малоросский диалект, что музыка… Я говорю, вот украинская же музыка, ну она же более востребована, чем наша. Он говорит, да нет такой, это просто вообще часть российской музыки. Я думаю, боже мой, понимает ли он, чем он рискует, что точно станет невъездной. Они очень нервно на это реагируют. Ну, кто-то мог бы посмеяться и сказать, ну вот идиот, как это нет музыки, когда вот она есть. А они очень агрессивно это воспринимают, для них это очень болезненная тема. Ну, видимо, да. Я тоже как-то в то самое время Крыма, мы с моим товарищем в эфире, кстати, разговаривались о том, какие известные имена в сфере культуры, мы можем вспомнить из Украины. Да. Ну, Гуголь Яновский мы знаем, но он, к сожалению, писал в Питере, а потом очень долго жил в Италии и других странах прекрасных. И мы начали вспоминать о композиторах, я не знаю, художников, и мы ничего не можем вспомнить. Олег, надо читать украинскую прессу, тогда вы узнали такие именно, как Пушкин, Достоевский. Ах, вот оно что! Да! Они все, они все прям вот оттуда. Ну, я рад за всех перечислить, честное слово. Я действительно ни в коей мере не умаляю вещь их достоинств, и совершенно не обязательно, что это наша страна, не наша страна, мы были одной империей, извините, мы были как бы одним государством, и очень много лет, и, в общем, у всех есть какие-то родственники украинцы, кто-то там жил, кто-то родился. Я сам на четверть, да. Да, и у меня там, например, отец родился в Киеве, и я не вижу никакой проблемы в том, что, значит, у меня есть там такая кровь, сякая кровь, мы, собственно, не знаем, какая у нас кровь, если там копнуть дальше третьего колена, никто ничего не знает. Ну, да бог с ним, я не понимаю, проблема обида, если ее специально не раздувают, я бы так сказал, пропагандистские силы. Но вернемся к национал-предателям. Да, я считаю, что вот люди, которые ходят с жёвто-блакитными стягами, они, конечно, ну вот мне так странно, они очень близки к этой грани национал-предателей, потому что в Киеве утверждают, что мы находимся в состоянии войны, это их версия, что Россия напала, мы воюем. Тогда, если мы воюем, ходить с флагом неприятеля, это есть предательство, именно национал-предательство. Что вы должны определиться, либо крест, либо трусы, что либо мы не воюем, тогда мы можем ходить с этими стягами и как-то выражать нашим небратьям поддержку и солидарность. Если мы принимаем эту версию киевскую, что мы в состоянии войны, что мы напали и ведём военные действия, тогда ты либо уезжай туда и бери винтовку, как Милан заговорил, дайте мне винтовку, я, значит, буду стоять за Майдан. Либо как-то, в общем, ну хотя бы соблюдая нейтралитет, хотя бы. У меня есть некое ощущение, я хотел лучше чем тебя спросить, ведь ты действительно очень давно в журналистской тусовке и медийной тусовке целиком. Знаешь, я, может быть, не очень хорошо знаю, но у меня было ощущение, что в начале 90-х медийная тусовка в каком-то смысле правило умами. Был Шендерович на Первом канале, в качестве примера и огромное количество людей, но было некое ощущение, что они держат власть над головами. Да, мы помним, как НТВ называла наши войска в Чечне федералами, да, мы помним эти как бы некие клише. И вот после того, как эту власть над умами в каком-то смысле государство российское это двинуло в сторону, ну так, по моему ощущению, то вся эта либеральная тусовка по-прежнему лелеет надежду, что она захватит эту власть обратно. Вот у тебя не создалось ощущение, что они хотят на самом деле пробраться к власти? У меня создается ощущение, что они считают, что вот этот вот знаменитый слоган «мы здесь власть», что они реально очень многие верят в это. Они поскольку общаются с друг с другом, как в одной из любимых песен Бориса Борисовича Кременчукова, но сами звонят, давно лишь друг с другом обсуждают, насколько прекрасен наш круг, электрические пёсы, что они совершенно не понимают на самом деле настроение людей. Я был… Это относится не только, кстати, к либеральной тусовке, это относится и к кремлёвским, и людям, которые сидят во власти. Совершенно они не понимают, чем живёт страна. Я в конце сентября был на журналистском форуме «Вся Россия» в Сочи, и там у меня была творческая встреча с провинциальными журналистами. Они совершенно о другом думают, совершенно на другой настроен, у них никакого интернета, там существуют эти тиражи газет по 50 тысяч экземпляров, кажется, никаким ведомостям и коммерсантам это не снились там в Магнитогорске. Они 50 тысяч, и интернета нет, потому что некогда, потому что утром они садятся в трамвай, едут через речку на комбинат, читают газету, вечером возвращают для того, чтобы поужинать и лечь спать. Сталин им позвонил в 1941 году, сказал «Война, военное положение, всё, значит, всё отправляется вам, варим сталь». А в 1945-м, когда война закончилась, Сталин им не перезвонил, он не дал отмашку, что всё закончилось. И там совершенно, то есть им какой там Шендерович, какой для них Макаревич, это машина времени, с удовольствием слушают эту машину времени, в голову не приходит, что Андрей Вадимович там что-то озвучит. Какой такой Фейсбук, какие там соцсети, совершенно другим живёт страна. Я не говорю, что это плохо или что это хорошо, но просто совершенно другим. И вот эти люди, которые собираются на этих форумах, вот Лепницкий завтра придёт в эфир, «Слово ново», там Марат Гельман собирает, вот они собираются там, у них вообще нет представления о том, чем живёт страна. Они могут быть в курсе того, чем живут элиты, в том числе политические, но те-то тоже, мне кажется, пульс не чувствуют. – А в чём проблема? Это просто дети таких родителей, которые выросли в квартирах с высокими потолками, и собственно, которые, извините, в Москву заканчивается замкат, а дальше… То есть, Россия заканчивается замкат, а дальше какая-то неизвестная ледяная пустыня, в которой вроде… – Я думаю, что проблема в том, что они всерьёз абсолютно не дали, как сегодня в Фейсбуке видел стихотворение того же Макаревича, в смысле о том, что вот, условно говоря, возвращается, всё возвращается, 37-й год возвращается. Они реально считают, что возможна реанимация СССР, но СССР была… Советский Союз, там идеология была, плохая, хорошая, неважно, там был идеологический совершенно аспект, это было идеологическое правительствование двух систем. Сейчас просто все сами по себе. Идеология у всех одинаковая – ресурсы, деньги, – жизнь. И бодаются, то есть ищут союзников, исходя из этого. Мы же с Китаем объединяемся не потому, что у них там компартия, а потому что сейчас наши интересы на этом этапе совпадают. Или с Турцией не потому, что у нас там большой процент исламского населения. не об этом же речь. Вот эти тактики и стратегии, они совершенно не связаны с идеологией. Поэтому никакая реконструкция, реанимация Советского Союза невозможна. Вот с этими запретами на выезд, с этими тройками, которые будут спрашивать, а вы знаете, кто возглавляет компартию Румынии, если вы туда едете. Это невозможно. Вы с этим проехали. – К вопросу еще об одной проблеме национал-предательства. Я процитирую Дмитрия Быкова. В одной из своих статей он употребил очень интересную такую логическую конструкцию. Ты, кстати, не раз его там у себя цитируешь в Фейсбуке. Я не помню, ты цитировал это или нет, но сама конструкция забавна. Звучит она примерно так. В свое время определенная часть еврейского народа была против царского правительства и царского режима. Потом эта же часть народа была против советского правительства и советского режима. Теперь она против путинской России и, соответственно, путинского режима. Может быть, она против России на самом деле выступала? Я думаю, что у Димы, кстати, масса есть таких тезисов, которые озвучивать может только он, с фамилией его отца и с отчеством Львовича, который я не решусь, потому что я автоматом попаду в антисемиты. Дмитрий Львович это может делать, я помню, с каким лицом Борис Абрамович Березовский читал выпуск газеты «Московская комсомолка», который мы узбеком делаем с выносом, так не шейте вы ливреи-евреи. Это из Галича. Да, из Галича, вот это вынос был, я помню его лицо. Дело в том, что в принципе евреи, они вообще заточены всегда, это пассиональная нация, они всегда заточены на движухие. Вот 68-й год Прага, это же дело исключительно чешское еврейство, это дело. И поляки после этого начали массово разрешать евреям выезжать, потому что они не хотели повторения, они же входили туда точно так же, как и болгары, и мы, то есть это войска Варшавского пакта входили. После этого Ерузейский принял решение, что, в общем, чем меньше евреев будет в Варшаве, тем спокойнее будет ему. Я не говорю, что это лучше, но с точки зрения государства получается, что так. Да, понятно. Но с другой стороны, я попробую, без евреев никуда не деться, потому что вот одна из любимых признаков, я повторяю, что когда произошла Крымская инициатива, и там один товарищ другого спрашивает, неважно, национальность, а Путин-то прежде чем принимать решение, он с Рабиновичем посоветовался? С каким Рабиновичем? Да хоть с каким-нибудь. От этого не деться. Прекрасный, прекрасный анекдот. В своё время Пётр Подгородецкий написал книжку «Машина с евреями», как известно, да? А тебе не хотелось назвать книжку «Машина времени» как-нибудь ещё по-другому? Вообще, в принципе, название выбирает издательство, исходя из каких-то представлений о прекрасном, то есть о маркетинге. Да-да-да, понятно. Поэтому у меня какое-то было что-то там 50 лет пробега, что-то там без смены кузова. 50 лет кузова «Машина времени»? Да, я собирал у Матецкого, у прочего музыканта варианты названий, там были очень, сейчас все не вспомню, но прикольные. Но издательство решило так. Слушай, всё-таки хочется немножко окунуться в то время, которое ещё, так сказать, помнят те, кто когда-то слушал «Машину времени» и был её ярым фанатом. И это навсегда осталось в неком воспоминании гимназических времён, я бы даже так выразился, нисколько там школьных, потому что школьники мы там были условно, многие в школу и не ходили, скажем так, или ходили случайно. А вот воспоминания о романтизме, синяя птица удачи, и вот всё там такое хлопнет крыльями, и только небо тебя поманит. И остался этот романтизм, а потом как-то этот романтизм кончился, мне показалось, у «Машины». Видимо, я о чём хотел спросить, вот как ты воспринимаешь это время? Вот что для тебя… Восьмидесятые? Восьмидесятые, да. Вот что для тебя сегодня, вот с сегодняшним глазом? Нет, ну понятно же, что в то время, ну как бы мы были молодыми, ну то есть я был молодой, поэтому я, конечно, вспоминаю с какой-то там ностальгией, какие-то реалии, но я бы не хотел вернуться в то время. О, как, вот это любопытно очень вопрос, а почему? Ну потому что у меня вот эти запреты, почему я не могу уехать, просто уехать, почему я должен, если уезжать, то уезжать навсегда. Ещё со школы, я помню, когда гоняли за эти стрижки, когда надо было стричься, когда они про эти джинсы, про жвачку нам объясняли, что это как-то желудочно-кишечный тракт, там как-то вредит, что жевать там соната. То есть вот это всё вот не давали музыку, слушай, я помню запреты, вот тоже Макаревич, у него одного из первых появился видеомагнитофон, там было 5-6 штук вообще в Москве, там в конце 70-х у Абдулова, у Леонида Ермольника, вот у Макаревича ещё несколько человек, и вот все приходили на эти показы, все боялись, что придёт милиция. А милиция приходила, выключали в щитке свет электричество, чтобы невозможно было эту ВХС-ку вытащить, и брали с поличным за просмотр, там, не знаю, какой-нибудь греческой смоковницы, где показывают соски, просто попки и сиськи видно, то есть просто портография. Ну, это же идиотизм был абсолютный, это был абсолютный идиотизм, у меня самого там, будучи 20-летним студентом, я оказался за решёткой, у меня среди прочих обвинений было тиражирование Гумилёва и Булгакова. Ах ты какой, ты, оказывается, был. Да, вот такой был страшный враг режима и диссидент, но это же на самом деле было никуда не гоже, потому что брежневский режим совершенно не корректировал дискурс, который остался в наследстве. Но он оторвался, видимо, в какой-то момент. У нас же реалии изменились, у нас уже люди, никто же не верил вообще вот в эти политинформации, в эту Лубуду, огромный был разрыв между реалиями жизни и между официальным дискурсом. Ни Брежнев, ни даже Хрущёв, он попытался откорректировать сталинский дискурс, но мы остались вот при том же противостоянии двух систем, империализм, американская военщина, она есть, американская военщина, мы сейчас видим, но дискурс надо было менять. Знаешь, я наткнулся на любопытную мысль, вот я был в путешествии по Южной Америке, видел эти фавелы вокруг Рио, и в какой-то момент меня поразила мысль, что всё, что дописали наши газеты о прогрившем Западном мире, это правда. Абсолютно правда, ну как они это делали? И они скрывали главные вот эти репортажи про закрома Родины, надо же было объяснять, да, у нас нет 10 сортов колбасы, но есть бесплатная медицина. Ребят, давайте, вот вы что выбираете, вот эти супермаркеты и джинсы или бесплатное образование? Либо-либо не получится и то, и другое, как мы сейчас видим. Ну, по крайней мере, хотя бы можно на эту тему начинать разговор. Ну, просто можно было как-то обсуждать в обществе, нет же, у нас же вот говорили о том, что вот там, ну, загнивающий Запад, вот все эти. И, конечно, людям сносило крышу, всем. Нет, я помню, что когда Юлиан Семёнов делал мне паспорт синий, ну, в Америку меня в 89-м году отправлял, он сделал мне паспорт, который до сих пор у меня хранится, с какой-то серией. Это служебный был паспорт, не дипломатический, но мне отдавали честь все эти, вот, на нашем погранцовшении там какая-то вот эта серия была. И он, у меня, я был тогда ведущим взглядом, человеком, который, ну, это были мои 15 минут славы, и он, когда мне делал паспорт, он говорит, надеюсь, ты не выберешь свободу, типа, что я не останусь в Америке. То есть, в принципе, где-то, может быть, ну, 10% допускал, что я могу приехать, увидеть, офигеть от этого всего. И я офигел. Вот, но, так сказать, и не вернуться, потому что люди не возвращались, они заходили в эти магазины, и, конечно… У них падало челюсть, и больше они не выходили. Вот, и вот это, конечно, было неправильно. У нас, конечно, агитпроб у нас был очень дубовый. Ну, он и сейчас, я бы сказал, не очень между нами говоря, хотя это уже вопрос совершенно другого… То, что делает Russia Today, вот, то, что делает Маргарита Симоньян, это очень грамотно. То, что они делают, их реально смотрят и в Европе, я не знаю, как в Америке, я в Америке давно просто перестал бывать, уже много лет не ездил, но в Европе смотрят. Смотрят, да я, честно говоря, поскольку не очень общаюсь как бы как раз с аудиторией той, но надеюсь, что её как-то интерес замеряется. Я продолжаю общаться, и у меня очень сложно общаться с моими американскими друзьями, потому что я помню, что мы вот, когда принимался закон о ограничении вот этой гей-пропаганды, ну, вот, понимаешь, о чём речь, мне звонили из Калифорнии, говорили, вы там с ума сошли, что вы делаете? Я говорю, а что делать? Он говорит, ну, вот, они послушали выступление этой Маши Гессен, которая сказала, что национальная российская забава, геев ловить и поднимать их на вилу. О, Господи! Это такая вот, ну, традиция, пойдём гея поймаем, я даже сперва не понял, они сказали Форкс, я понял, вилки, я понял, какие вилки, потом я понял, что я представлял себе с вилками бегающих людей во улице Москвы и куколющих геев. Вот, там реально засраны мозги очень у людей, они реально представляют нас, они либо не интересуются тем, что вообще происходит у нас, т.е. они очень поглощены свои проблемы, либо думают, что у нас ужас, кошмар и мракобесие. Да, наша программа подошла к концу, осталось буквально тут несколько секунд до конца, ну, что называется, жёсткий разговор получился, ты почти открылся, я извиняюсь. Я готов, зайдите, я буду открываться. Я тебя поздравляю с выходом ещё одной книги, ты, пожалуй, один из немногих тех, кто так много и хорошо пишешь. Да, я графоман. Не-не-не, это же прекрасное качество, извиняюсь, это хорошее качество писателя любить писать, именно так графомания переводится. Я тебя с этим поздравляю, с выходом новой книги, с тем, что есть человек, который помнит, когда мы были молодыми, вот так бы я сказал, и чушь прекрасную не шли. Сегодня мы повзрослели, иногда её несем, но меньше или больше. С этим я тебя поздравляю, и будь здоров и счастлив. Спасибо взаимно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова